Продолжение следует... Как меня слышно, как видно? Начинаем наше мероприятие. Всем добрый день! Пожалуйста, плюсики пишите в чат, чтобы я понимала, что я разговариваю не с камерой, а с аудиторией. Плюсики, плюсики, жду плюсики, как обычно, жду плюсики. Коллеги, начинаем. Как меня слышно, как меня видно? Мой красный цвет для вас, как тряпка для быка. Вы должны сосредоточиться, быть активными и, собственно, быть готовыми к действиям. Действиям, конечно, разным действиям, но полезным действиям. Итак, коллеги, пожалуйста, напишите, как вас зовут. Ну, можете имя, конечно, не писать, но напишите, пожалуйста, из какого вы города. Вот. Какой город, какую страну вы представляете? Ну и, собственно, чем вы здесь сейчас занимаетесь? От чего я вас сейчас отвлекаю? Вот. Мы с вами здесь собираемся для того, чтобы поучиться чему-то новому. Ну, и для меня, для нас важно знать, чем вы страдаете на текущий момент. Почему? Потому что, собственно, вот эти мероприятия, мастер-классы, аналогичные сегодняшнему, мы проводим по вашим заявкам. Мы собираем идеи, которые вы до нас доносите, и, собственно, воплощаем их в жизнь. Очень просто, ну и, надеюсь, очень понятно. Пожалуйста, пишите город или страну, ваше имя, чем вы занимаетесь. Это очень интересно. Кого мне поприветствовать? Я не вижу. В Днепр, Харьков, привет! Харьков мой родной город. Очень рада видеть, что есть представители из Харькова, собственно. Передавайте приветы всем харьковчанам. Я очень люблю этот город. Ну и не забывайте писать, чем вы занимаетесь. Но давайте я вначале представлю себя. Я не знаю, насколько аудитория знакома со мной. Зовут меня Елена. Я сертифицированная компания Cisco Instructor. Веду я разные направления. Это CCNA, CCNA Security, CCNP. И, собственно, много еще других направлений я охватываю, поскольку Cisco развивается, мы развиваемся вместе с Cisco. И мы постоянно повышаем, собственно, свою квалификацию для того, чтобы вам было интересно с нами. Ну и, собственно, мы занимаемся чем? Да, вот я почему хочу услышать, чем вы занимаетесь? Потому что мы с вами отдаем возможности друг другу развиваться. Итак, мы помогаем студентам начать IT-карьеру, специалистам повысить экспертность и зарабатывать больше, компаниям найти высококвалифицированные кадры. И, собственно, сегодняшний мастер-класс – это один из шагов в сторону той цели, которую мы хотим достичь. Вот, значит, итак, давайте, собственно, вспомним, какая задача у нас стоит на сегодня. Сегодня мы изучим очень актуальную тему. Это в целом называется «Зеркалирование портов». Итак, эта тема возникает очень часто, и она рассматривается, на самом деле, в рамках курсов Cisco, упоминается практически в любом курсе. Почему? Потому что этот инструмент широко используется для того, чтобы анализировать, какой трафик передается через сеть. Для разных задач, разные цели стоят. Итак, эта тема затрагивается в рамках курса CCNA. Эта тема более глубоко рассматривается в курсе CCNP и в курсах CCNA Security. И, собственно, цели «Зеркалирование портов» очень разные. И очень часто на наших занятиях студенты спрашивают, как увидеть трафик, который циркулирует по сети. Да, есть разные способы получения трафика, его отслеживания. Однако, «Зеркалирование портов» – это наиболее распространенный вариант реализации этой задачи. Итак, коллеги, если у вас возникают вопросы, сразу же их задавайте, поскольку, возможно, я говорю какие-то непонятные вещи, возможно, нужно уточнить какие-то термины, да, или вы как раз этим сейчас занимаетесь, и, собственно, у вас там не получается какую-то штучку донастроить, так спрашивайте, может, я знаю. А может, у вас есть свои предложения в этом плане, и вы мне расскажете лучше, как же внедрить эту технологию, как вы ее используете. Итак, коллеги, если кто пользовался такой функцией «Порт Мирорин», да, «Зеркалирование портов», напишите, пожалуйста, для каких задач вы использовали эту функцию и на каком оборудовании настраивали. Потому что вот сейчас я это буду настраивать на оборудовании ЦИСКО. Но на самом деле это не секретная технология, и, собственно, различное оборудование разных производителей позволяет делать аналогичные настройки. Итак, если кто сталкивался с этой задачей, я в целом сейчас расскажу, где это может вам пригодиться. Пожалуйста, пишите свой опыт, делитесь им, где и как вы использовали зеркалирование портов. Ну, хотя бы напишите, кто там проходит или проходил курсы ЦИСКО. Я это дело настраивала в курсе CCNA, и у меня все получилось. Или у меня ничего не получилось. Ну, в общем, как-то так. Итак, коллеги, значит, что касается того, что я буду использовать сегодня для настройки. Вы можете, в принципе, сориентироваться. И если есть возможность подхватить и сделать это вместе со мной, ну, понятно, я буду работать с оборудованием ЦИСКО. То есть достаточно ограничены у вас возможности, вот, если это делать сразу, да. Но в любом случае, то, что будет рассмотрено сегодня, останется с вами. И запись этого мастер-класса тоже мы вышли. Итак, я буду двигаться по статье. На эту тему специально мы написали статью в блог. Рекомендую его, кстати, читать, потому что там огромное количество статей по самым актуальным темам. И, собственно, мы обычно как раз публикуем статьи по насущным проблемам. Итак, значит, блог, из блога, пожалуйста, если можно ссылочку скинуть, отлично. Тема мастер-класса «Как настроить зеркалирование портов с помощью анализатора коммутируемых портов ЦИСКО». Вот анализатор коммутируемых портов, это, собственно, перевод, расшифровка ЦИСКОвской реализации. Это ЦИСКО-спан, да. Вот, ЦИСКО-каталист-свитчет-порт-энелайзер. Так расшифровывается эта технология ЦИСКО-спан. Ну, понятно, что на оборудовании других производителей это, возможно, будет называться как-то по-другому, проще зеркалирование портов, то есть тут не ошибетесь точно. Что еще к этому мы будем использовать? Это специальное программное обеспечение «Вайршарк». И, собственно, «Вайршарк» дает нам широкие возможности по изучению содержимого пакетов, кадров, вплоть до прикладного уровня. Ну, сегодня мы, собственно, будем использовать «Вайршарк» на устройстве администратора, на которое будет зеркалироваться непосредственно трафик. То есть мы отзеркаленный трафик, перенаправленный трафик будем просматривать с помощью «Вайршарка». Итак, коллеги, обратите внимание, собственно, статья построена по лабораторной работе. Сейчас я вам покажу непосредственно лабораторную работу, как она выглядит. Итак, что касается платформ, на которых я буду реализовать, здесь все достаточно четко прописано. И обращаю внимание, что настроек зеркалирования портов не требует каких-то специфических образов операционных систем и каких-то специфических лицензий. Достаточно стандартного базового набора функций. То есть зеркалирование портов – это не новая функция на самом деле, и ее можно реализовать на обычных устройствах с обычным базовым набором функций. Ну, конечно, допускается, что вы будете использовать другие платформы, другие операционные системы. Ну, в общем-то, это базовый функционал. Итак, топология наша будет состоять из двух коммутаторов маршрутизатора и двух компьютеров. Один из представленных компьютеров – это будет мой компьютер. Конкретно, пожалуйста, посмотрите внимательно на картинку сейчас. PCA – это будет мой компьютер. И он физически подключен в интерфейс Fast Ethernet 06 первого коммутатора. Далее. Для того, чтобы увидеть содержимое лабораторной работы непосредственно, как оно есть, вы можете открыть вот эту ссылочку. У меня здесь она уже открыта. Ну, и, собственно, здесь вы видите пошаговое руководство. Я с небольшими лирическими отступлениями, упрощениями, либо добавлениями немножечко своих 5 копеек буду действовать именно по шагам, как они здесь расписаны. Итак, где я взяла непосредственно описание этой лабораторной работы? Из интерактивного учебника Академии ЦИСКО. Итак, коллеги, конкретно сейчас мы с вами будем делать лабораторную работу 4-го семестра курса CCNA. И, собственно, повторяюсь, что здесь будут рассказаны базовые настройки, они совершенно несложные. Но сразу говорю, что это тот инструмент, который полезен по жизни, и он упоминается в разном контексте в рамках курсов более продвинутых CCNA Security, CCNP. Единственное, что там рассказывается более глубоко, ну, в определенном контексте. Итак, я вижу, что появились вопросы. Давайте. Зеркалировать можно как со свечей, так и с маршрутизатором? Нет, конкретно ЦИСКО-СПАН это технология, которая работает на коммутаторах. На коммутаторах. Вот. Если вам нужно с маршрутизатора снимать информацию какую-то, то лучше это делать с помощью NetFlow. Есть протокол, это тоже ЦИСКОвский протокол, да, то есть я говорю сейчас об оборудовании ЦИСКО. Поэтому там есть NetFlow, который вам позволяет с выбранного интерфейса просто снять те типы трафика, ну, какой трафик там проходит через этот интерфейс. Вот конкретно ЦИСКО-СПАН, ну, собственно, так как расшифровывается, ЦИСКО-каталист, порт аналайзер, да, это то, что связано с каталистами. А это коммутаторы. Так, значит, вот красивый учебник, значит, посмотрите, пожалуйста, коллеги, какой уникальный интерактивный учебник. Кстати, материалы эти предоставляются нашим слушателям, и они стаются со слушателями пожизненно, вы можете их использовать. В любой момент недоступно вам с любой платформы, да, лишь бы был интернет, компьютер или планшета, или телефона. И первое, когда мы заходим в модули, когда мы заходим в учебник, мы видим выбор картинки. К сожалению, здесь нельзя свою картинку загрузить, но здесь достаточно прекрасных фонов, которые можно выбрать и, собственно, работать с удовольствием для глаз. Итак, коллеги, что мы здесь видим? Перечень непосредственно глав, которые рассмотрены, да, я обращаю внимание, что этот учебник, это не просто учебник, это инструмент для и-лёнинга, для электронного обучения. Здесь есть и текстовый материал, и визуальный материал разнообразный, и упражнения, и лабораторные работы, и инструменты для тестирования, да, после каждой главы вы сдаёте экзамены, проверяете свои знания и навыки. И, собственно, что интересно, это то, что учебник чаще всего доступен на большом количестве языков. Вот, в частности, русский и английский, которые чаще всего мы используем, собственно, без проблем, я могу переключаться. Если меня интересуют конкретные лабораторные работы, я могу зайти в содержание и найти ту лабораторную работу, которая меня интересует. Кстати, я не помню, какое, где, где, а, вот она, спан. Это пятая глава анализатора коммутационных портов ЦИСКО, в общем-то, в рамках главы «Мониторинг обеспечения безопасности сети». Итак, коллеги, в целом ЦИСКО-спан используется в контексте безопасности, да, в сетях. То есть он используется не для того, чтобы вы читали чужой трафик, а для того, чтобы вы понимали, какой трафик проходит через сеть, и есть ли там, ну, например, какие-то атаки, да, то есть какой-то аномальный трафик, нетипичный трафик. ЦИСКО-спан также используется при проверке, ну, например, производительности сети, оценке производительности сети, да, или оценке того, как нужно развивать сеть, да, какой здесь трафик проходит, есть ли здесь узкие места и так далее, и тому подобное, да. То есть контекст использования ЦИСКО-спан может быть очень разным. Итак, значит, вот учебник мы с вами посмотрели, да, здесь очень широкий функционал, и, собственно, сегодня мы будем делать как раз одну из лабораторных работ в рамках вот этого курса, открытого мной, соединения сетей, четвертого семестра курса ССИНЫ. Итак, двигаемся дальше. Собственно, сейчас мне уже необходимо подключаться к оборудованию, я надеюсь, вы успели собрать аналогичную лабораторную установочку быстренько где-то там, вот, и, собственно, готовы к тому, чтобы повторять за мной по шагам все настройки. Ну что ж, как я буду делать настройки непосредственно? Мне нужно подключиться по консоли к треум-устройствам, да. Итак, я обращаю ваше внимание, что сейчас я нахожусь в аудитории, в которой мы, собственно, делаем записи. Нет у меня рядом оборудование, да, ну, просто некрасиво рядом со мной смотрится, портит весь вид, и для того, чтобы все было красиво, но находится в соседней комнате, но я могу совершенно спокойно, находясь в любом конце географии, подключаться к оборудованию. И наши слушатели, где бы они ни находились территориально, в любой момент времени могут поработать с оборудованием. И, собственно, сейчас мы будем подключаться к оборудованию для того, чтобы как раз его настроить. И, обращаю ваше внимание, что предварительных настроек, да, если вы подумали, что я буду подключаться по Телнет или СССР, да, которые требуют предварительных настроек, то нет, они будут совершенно пустые. Единственное, что я уже настроила, это имена на устройствах, я делаю это всегда, потому что, конечно, я волнуюсь и могу запутаться, вот, в простых вещах. Итак, как происходит, собственно, подключение? Очень часто наши слушатели, да и те, кто к нам приходит первый раз, спрашивают, как такое возможно? Подключение происходит по консоли. Однако я могу находиться территориально где угодно. Да, я могу быть подключена через любого провайдера, в любой стране находясь, и попаду все равно на консорт. Я специально сейчас нарисую, просто кратенько для того, чтобы было совсем понятно, что здесь происходит. Итак, вот наша лабораторная установка сейчас. Сразу скажу, что вы можете посмотреть более детальное описание нашей лабораторной установки на нашем сайте lab.edu-cisco.org Обращаю внимание, что оборудования у нас много. Оно классифицировано под направления разные. Есть отдельные стойки под CCNA. Есть отдельная стойка под CCNA Security. Есть отдельная стойка под CCNP. И, собственно, если вы учитесь на CCNP, вы не конкурируете с точки зрения занятий оборудования с CCNA-щиками на самом деле. Вот, здесь вы можете все это дело посмотреть. Здесь же есть описание того, как происходит подключение. Я коротенько нарисую, как это происходит. Итак, мы с вами находимся где-то в неком облаке. Сейчас я его нарисую. В неком облаке в интернете. То есть, это некая сеть интернет-сервис-провайдер. Неважно, к какому интернет-сервис-провайдеру вы подключены на самом деле. И, собственно, совершенно неважно, где вы находитесь. Сейчас мы покрупнее сделаем, чтобы всем было видно. Далее, с нашей стороны, ну, мы тоже где-то в облаке находимся. Где-то есть у нас точка выхода в публичную сеть, в сеть интернет-провайдер. Некий такой маршрутизатор, который называется маршрутизатором доступа. Ну, и, собственно, этот маршрутизатор доступа или сервер доступа, да, это и есть тот самый маршрутизатор, к которому вы подключаетесь удаленно по Телнету с помощью Телнета. Далее, на этом маршрутизаторе реализован специальный, подключен специальный модуль, собственно, к которому подводятся все консоли. И вот эти консоли разбросаны по всем физическим устройствам. Итак, вы спросите у меня, я же подключаюсь по одному API-ресу на маршрутизатор доступа. Как этот маршрутизатор передает данные на конкретные консоли? А очень все просто, по номеру порта. То есть, для маршрутизатора доступа все внутренние устройства, маршрутизаторы, коммутаторы доступны, понятны по номерам портов. И он, указав нужный номер порта, он вас закидывает на нужную консоль. Итак, фактически получается, лабораторная установка такая изолированная, то есть она не подключена сама по себе к сети интернет. Вы подключаетесь по консоли и настраиваете. Значит, с компьютерами тоже достаточно все просто. Вам нет необходимости иметь прямое подключение к интерфейсу Ethernet 0.6 и так далее. В нашей сети есть некий сервер, где все виртуализировано. И, соответственно, созданы виртуальные машины, которые представляют себе отдельные компьютеры. И они уже физически через коммутатор подключены к физическим портам. Вот такая вот классная лабораторная установка. Берите и пользуйтесь, если вы, собственно, наш слушатель. И вы можете с ней работать хоть днем, хоть ночью. Либо, конечно, на лабораторных работах, как обычно, по выходным. You're welcome. Итак, собственно, для того, чтобы с этим всем поработать, для того, чтобы получить доступ к учебным материалам, конечно, помните о том, что вы должны быть нашими слушателями, слушателями соответствующих курсов. Вот. Но об этом я упомяну чуть позже. Давайте я, собственно, приступлю к делу. Поехали. Что нам нужно настроить? Итак, у нас с вами есть две части, две цели. Построить сеть и проверить соединение. Сеть уже, на самом деле, построена. Да, я готовилась. Вот. Но, в целом, наши слушатели, те, кто приходят непосредственно в аудиторию, могут сами покоммутировать. Ну, и, собственно, вторая часть – это настройка Cisco Span и проверка с помощью Вайкшарка, как, собственно, передается трафик. Что здесь хорошо? Это то, что подробно расписано, что такое Cisco Span, как, собственно, используется этот инструмент и для чего, куда дальше оно применяется. Расписана платформа, расписаны необходимые ресурсы. И поехали. Часть первая. Создайте сеть согласно топологии, настроите узлы и так далее. Выполните инициализацию, перезагрузку маршрутизаторов, коммутаторов, если в этом есть необходимость. Итак, коллеги, в целом, первая наша задача – это сделать базовые настройки. Чтобы вас не перегружать базовыми настройками, хотя они, конечно, важны, полезны, интересны, но это не цель нашего сегодняшнего занятия, мастер-класса, я сделаю только самые необходимые настройки для того, чтобы мне было комфортно работать в командной строке. Итак, что я настрою? Я сейчас на маршрутизаторе, вы увидите, что его имя R1, я бы могла настроить всякие логины, пароли, ограничения, это, собственно, входит в базовую настройку, баннеры, да, но мне достаточно выключить доменный поиск. Так, коллеги, если возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. Пока я буду делать базовые настройки, я практически могу говорить, вот, и отвечать на вопросы. Вопросы есть? Комментарии. Давайте. Любой эмулятор же можно использовать, юнет-лаб какой-нибудь, например. Так, смотрите, эмулятор можно использовать, но вопрос стоит в том, как вы организуете зеркалирование портов. Насколько я знаю, юнет-лаб, ну, только не юнет-лаб, да, а ева сейчас, проект юнет-лаб уже не существует, они переросли в еву. Насколько я знаю, там можно вайршарт даже сымитировать. Я, честно сказать, не пробовала. Попробуйте, расскажите результат. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас и прямо здесь. Попробуйте на Еве или юнет-лаб, может у вас там что-то, старая какая-то версия. Это все дело сэмулировать и работает ли. Есть ли там вайршарт в виртуальных машинах? Насколько я знаю, где-то было среди эмуляции, но это был GNS или это было Ева, вот. Вот. Или в виру, тут не могу подсказать. В GNS 3 есть вайршарт. О, видите? Таки да. Значит, кто-то сейчас уже повторяет за мной. Повторяет за мной. Елен, да, вайршарт памятник и бредом. Отлично, видите, как хорошо. Итак, поехали дальше. Значит, тогда повторяйте. В консоли я настрою логин синхронус, чтобы мне сообщения не мешали. И, конечно, экзак тайм-аут для того, чтобы у меня не вылетала консоль. Все. Мне этого здесь достаточно. Мне здесь только осталось настроить интерфейс. Я интерфейс буду настраивать в соответствии с табличкой. Коллеги, учитесь у ЦИСКа вести документацию. Собственно, это очень показательно. Есть логическая топология, да, есть физическая топология. Все классно описано. И очень легко работать. Вообще без вопросов. Вам на лабораторных работах инструктор не нужен даже. Вы просто все делаете по шагам. Чего я вам желаю на работе. Чтобы вам никто не нужен был для того, чтобы что бы то ни было настроить. И у вас были простые, понятные руководства. Ну и чтобы вы таковые делали. Да, вопрос есть? Задавайте. ЦИСК-спан только для каталистов? Да. ЦИСК-спан для каталистов. Да. И, собственно, в названии присутствует это слово. Поэтому, да, возможно, у ЦИСКа есть, но я просто не слышала аналогичные технологии, ну, например, для Нексусов. Да? Ну, типа название другое. А технологии, может быть, и присутствуют. Просто у меня нет денег на Нексус. Я бы вам показала. Только каталист. Да, дальше вопросы еще есть? Хочется поздравить с Днем Учителя. Пожелать остаться такой же Еленой Прекрасной. Ой, спасибо большое! Слушайте, точно! День Учителя. Буквально на этих выходных. Спасибо. Да, спасибо. Но, собственно, вас, как учеников, тоже, наверное, можно поздравить с этим днем. Потому что часто это обоюдный такой праздник. Учителя связаны со своими учениками. Без учеников не было бы учителей. Ну, в общем, я вас тоже поздравляю. Итак, окей, отлично. Тогда продолжаем. Интерфейс, айпиарис, настраиваем 192.168.1.1. То есть ничего здесь специфического мы не будем настраивать. Обычную адресацию. Это не суть. Наши сегодняшние лабораторные. Конечно, активируем порт. И этого достаточно для того, чтобы наш маршрутизатор заработал, выполнял необходимые функции. Поехали! Коммутатор первый. Собственно, на первом коммутаторе будут выполняться основные задачи. Но пока что мы сделаем базовые настройки. Имя у нас уже есть. Но IP Domain Lookup. И line консоль 0, логин синхронус и exec timeout 0.0. Здесь также мы настроим IP Aris на VLAN интерфейс. Но он нам нужен для проведения экспериментов. Мы не будем удаленно подключаться. Но, тем не менее, нам он нужен для проведения экспериментов. IP Aris 192. 168.1. Ну, давайте второй зададим. 2552. Все будет в рамках одной сети. В рамках VLAN. То есть мы одного VLAN. Сейчас мы не рассматриваем контекст, что нужно сегментировать, что нужно. Там что-то специфическое делать на коммутаторах. Нам самое главное, чтобы все заработало. Так, значит, здесь мы VLAN 1 настроили. И остался последний коммутатор. Значит, мы на нем уже настроили имя. Нам осталось, опять-таки, выключить доменный поиск. И настроить консоли. И настроить IP Aris, собственно, на VLAN. Так, line, консоль, 0. Log, G, SYN. Exec, timeout, 0, 0. Ну и интерфейс VLAN 1. В той же IP-сети IP Aris, 192, 168, 3, 1, 3, 255, 255, 255, 0. Ну и Nusha Done. Значит, собственно, это первая часть лабораторной работы. И мы практически близки к цели. На виртуальном компьютере мы сейчас настраиваем IP Aris. По-моему, он здесь у меня настроен, но я могу ошибаться. Я проводила эксперименты. Если после меня никто ничего не менял, то здесь все готово. Да, 192, 168, 1, 10. Это IP Aris, который настроен на втором компьютере. Итак, вот этот компьютер, который я сейчас настроила виртуальный, он у меня. Я вам сразу показываю на картинке. Давайте на вот этой картинке. Это компьютер PCC. Да, вот он находится вот здесь вот. За коммутатором. Кстати, он S3. Я его S2 обозвала, но я надеюсь, он на меня не обиделся. Итак, значит, вот здесь он находится. PCA, повторяюсь, это будет мой физический компьютер. И я на свой физический компьютер сейчас буду принимать отзеркаленные данные. Итак, поехали дальше. Давайте проверим связь. Ну, сделаем это сразу на маршрутизаторе. Коммутаторе допинг подряд. 192, 168, 1, 2. Это первый коммутатор. Сейчас мы посмотрим, там может быть и степи еще не сошелся. Так, все сошлось. Отлично. Значит, третий. Знаете, почему первый в начале точки? Вот вы видите, первые две точки, потом восклицательные знаки. Дальше, когда мы будем снова уже пинговать, то же самое будет уже без вопросов. Все восклицательные знаки. Дело в том, что часто первые сообщения, пинги, да, это осимпи-сообщения. Помните всегда, как проходят процессы. Очень много чего проходит в фоне. Первое сообщение, которое идет, оно требует в начале РП-запроса. Ну, потому что этот маршрутизатор ничего не знает о макарисе коммутатора, да, к которому он обращается, к которому он пингует. И получается, что осимпи не дожидается. Время истекает, время ожиданий истекает. РП не успел отработать. И, собственно, дальше уже вы видите после первого, второй точки уже восклицательные знаки. Все, РП ответил и, собственно, поехали дальше. Да, поэтому никогда не пугайтесь, не прерывайте процесс пинга, дождитесь до конца. Иногда в начале первые идут точки, потом восклицательные знаки. Ну и, собственно, компьютер это десятый. IP-арис десятый. Все, тоже пропинговался. Замечательно. В общем-то, мы будем проведить эксперимент. Вот таким вот образом мы настроим, мы настроим сейчас Cisco Span и с маршрутизаторов просто будем что-то пинговать. И, соответственно, будем перехватывать этот трафик на том компьютере, который мы настроили в качестве, собственно, сборщика, да, коллектора, так называемого. Ну что ж, давайте, собственно, сделаем необходимые настройки для того, чтобы начать собирать информацию. На самом деле, базовые настройки Cisco Span очень простые. Итак, запомните основные термины из этой технологии. Первый момент это то, что в рамках Cisco Span выделяется порт-источник и второй это порт-получатель. Итак, порт-источник. Портов-источников может быть сколько угодно. Это принимающие и передающие интерфейсы. То есть те интерфейсы, на которые поступает пользовательский трафик, либо с них уходит пользовательский трафик. Вот в нашем случае, давайте посмотрим на картинку. Собственно, у нас есть маршрутизатор R1, который подключен к интерфейсу Fast Ethernet 0.5, коммутатор S1. Это вполне может быть портом-источником, да. Данные сюда приходят, данные сюда уходят отсюда, да. И, собственно, только что мы передавали пинги. Точно так же это был обычный пользовательский трафик, который проходит через коммутатор. Здесь также портом-источников может быть интерфейс Fast Ethernet 0.4. Теперь, что касается порта-получателя. Итак, коллеги, порт-получатель Destination – это тот порт, на который будут зеркалироваться данные. Данные получены из портов-источников. И, собственно, у нас компьютер PCA будет настроен исключительно как порт-получатель. Обращаю ваше внимание на то, что как только вы настроите порт-получатель, он уже не сможет быть обычным интерфейсом. И он не сможет принимать и передавать обычные пользовательские данные. И, в общем-то, это не цель того компьютера, который там находится – передавать какие-то данные. Тот компьютер, то устройство, коллектор, который там будет находиться – это устройство сбора и анализа данных. И было бы полезным, я уже забегаю наперед, потому что хотела об этом сказать в конце, но думаю, в конце могу забыть, скажу сразу, чем-то нет. Вот очень хорошо, чтобы у вас здесь была система IDS. Коллеги, кто знает, что такое IDS? Пожалуйста, напишите, что такое IDS? Что это за интересная такая система? Ну, хотя бы, там, какими-то своими словами. Что такое IDS? И самый главный вопрос. Чем отличается IDS от IPS? Итак, ну, давайте, я сама расскажу, чем она отличается. Напишите, пожалуйста, что такое IDS. PCA и Повыны будут изъеданы физично с Портом? Значит, вопрос, давайте чуть-чуть переформулируем. Вопрос прозвучал так. Должен ли быть PCA физически соединен с коммутатором? Значит, вопрос я переформулирую так. Должен ли коллектор находиться локально? Ну, очевидно, что он должен быть соединен. Он должен быть в сети, он не может быть в воздухе. Не может где-то рядом стоять. Он должен физически быть в сети. Но должен ли он находиться локально и быть подключенным непосредственно к тому коммутатору, на котором настроены порты-источники, с которыми захватывается трафик. Либо он может находиться удаленно. Например, за другим каким-то коммутатором. Итак, ответ – да. Единственное, что мы сейчас будем с вами настраивать локальный спан, который требует непосредственного подключения компьютера-сборщика к этому коммутатору. А если вы настраиваете передачу удаленно, то это называется R-спан. Ремоут-спан. Ответы есть. Так, что такое? Ну, прочитайте мне, пожалуйста, что там пишут. IPS – система предотвращения вторжения. Отлично. IPS – система предотвращения вторжения. Ну, я спрашивала про EDIS. Система обнаружения. Отлично. Ну, вообще хорошо. Коллеги, вот было бы идеально, если бы вот здесь вот, да, ну, собственно, зачем вам собирать трафик в сети? Зачем его анализировать? Чаще всего это делается для того, чтобы обнаруживать аномальный трафик, атаки, да, вторжения. Почему IDS, а не IPS? Потому что IPS – система предотвращения вторжений, обычно встраивается в сеть. И через IPS проходит трафик. И IPS позволяет сразу же блокировать аномальное поведение, да, аномальный трафик. А вот IDS-система, она всегда находится где-то сбоку. И она позволяет глубоко проанализировать трафик, ну, и уведомить, там, я не знаю, администратор о том, что что-то происходит, да. Вот почему. Здесь указывается именно IDS, как IDS-сенсор, да. Итак, идем дальше. Значит, с этим пока что все понятно. Давайте я настрою свой компьютер непосредственно. Итак, для этого мне потребуется для начала выключить Wi-Fi и настроить IP-арис по Ethernet. Значит, вы меня спросите, как же так, как же так. Не, я, наверное, сейчас Wi-Fi все-таки верну назад. Как же так, как же так, а я вам подскажу. Ну, Windows умная штука, оказывается, и он мне позволяет работать параллельно. Да, кстати, у меня у настроен нужный IP-арис, мы можем проверить это все дело. 254 это адрес, который дается по лабораторной работе, поэтому я ничего изменять не буду. И для начала, пока у меня выключен Wi-Fi, я проверю со своего же компьютера, как у меня работает, собственно, хорошо ли я подключена к сети, которую я исследую. Я надеюсь, видно, не нужно увеличивать, да. Сейчас попробуем. 192, 168, 1, 1. Вначале шлюз пропингуем, он мне отвечает. Пропингуем коммутатор. Он мне тоже отвечает. Ну, пропингую компьютер, который находится за двумя коммутаторами. Отлично. Значит, вы удивитесь, но если я включу Wi-Fi, ничего не поменяется. Ну, по крайней мере, так было раньше. Да, вот. По Wi-Fi я нахожусь в другой сети, сразу вам скажу. Но при этом по Ethernet у меня прекрасно проходит трафик. Ну что ж, поехали. Поехали делать необходимые настройки. Для того, чтобы... Ага, нам еще потребуется запустить Варшарк. Итак, о Варшарке я могу рассказывать очень долго. Коллеги, приходите на первое семестр курса CCNA. Вы попадете ко мне на лабораторную работу по Варшарку. И мы с вами в фост и в гриву будем исследовать, как же можно посмотреть инкапсуляцию с точки зрения стека протоколов TCP и IP с помощью программного обеспечения Варшарк. Я сейчас на этом не буду останавливаться детально. Это не цель нашего сегодняшнего занятия. Вот это Ethernet, по-моему. Сейчас мы что-нибудь пропингуем, посмотрим активность. Да-да-да-да, вот он. Который меня интересует. Итак, Варшарк это в целом программное обеспечение, которое используется для анализа трафика. Но какого трафика, причем во всех подробностях, трафика вплоть до прикладного уровня. Какого трафика, который попадает на мою сетевую карту? Вот компьютер, за которым я нахожусь. У наших слушателей, да, наверное, у вас тоже часто, сразу же возникает вопрос. А как же мне посмотреть трафик в сети? Как мне перехватить трафик другого пользователя? Вопрос, зачем тебе это надо? Это такой отдельный вопрос. Но вот в принципе Варшарк это не позволяет делать. Но если мы сейчас будем зеркалировать трафик на нашу сетевую карту, то мы все увидим. Итак, я запускаю, уже не останавливаясь более подробно на этих вопросах. И пошел процесс. Видно, что я подключена к коммутатору. По одной простой причине. СТП. Я получаю БПДЮ на свой, на свою сетевую карту. Кстати, будьте с этим очень внимательными. Почему? Потому что служебный трафик попадает на обычный компьютер. Ну, в общем. Еще там есть CDP. Вот они. Да, сообщения CDP. Которые тоже, в общем-то, не очень полезную информацию несут обычному пользователю. Но это тоже отдельный вопрос. Мы сейчас не будем это обсуждать. А, это DTP, кстати. Тоже, кстати, вредный протокол. Но, опять-таки, об этом можно говорить много. Пропускаем. Поехали дальше. Что нам надо для того, чтобы запустить механизм? Нам необходимо сделать небольшие настройки. Открываем часть вторую. И вот здесь есть две команды. В качестве интерфейса источника мы будем настраивать интерфейс Fast Ethernet 0.5. То есть, это интерфейс, подключенный к маршрутизатору. В качестве интерфейса получателя мы будем настраивать Fast Ethernet 0.6, к которому сейчас подключен мой физический компьютер. Далее, с маршрутизатора мы просто будем пинговать устройство S1, S3, PC, C, которые здесь находятся. И этот трафик будет зеркалироваться на мой компьютер. Я буду его захватывать с помощью Варшарка. Итак, вначале делаем настройки. И, да, я, собственно, для того, чтобы не ошибиться, скопирую эти настройки. Это настройки коммутатора S1. Вот. Так, 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 так. Настроили. Значит, ну, как-то можно это проверить. Сессия должна быть одно и та же. Появился вопрос, задавайте. А какие утилиты позволяют? Что? Какие утилиты позволяют? Непонятно. Непонятно. Допишите, пожалуйста, вопрос. Это, наверное, из контекста. Что-то я сказала, вы быстренько среагировали. Но, к сожалению, из-за задержки я убежала далеко и уже забыла, о чем я рассказывала раньше. Пожалуйста, удочините вопрос. Итак, есть, наверное, какая-то команда, которая позволяет посмотреть. Сейчас я посмотрю, есть ли тут, выведена ли эта команда. Здесь сразу запускается в R-Sharp, да. Ну, наверное, шоу, 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 может, монитор. Знаете, что-то не помню. Монитор действительно есть такая команда. Вот, сэшн, да. Инкомплейт, да. Сэшн 1, наверное, нужно указать номер. О, вот, хорошая команда, да. Шоу, монитор, сэшн 1. И я вижу, например, какие порты входят в этот процесс. И, собственно, если вы посмотрите более подробно, вы можете более подробно посмотреть, глубже посмотреть, как настроено и как работает непосредственно на коммутаторе SPA. Меня сейчас это, в общем-то, не интересует. Меня больше интересует то, что будет перехватываться трафик. Ну что, поехали. Значит, я с маршрутизатора не зря запускала эти команды. Я хочу точно так же проверить, как будет работать. Значит, вот пошел у меня первый пинг. Давайте смотреть сюда. Вот я уже вижу. Ну, у меня здесь много сейчас трафика. Я сделаю фильтрацию. Ну, понятно, что, в принципе, все достаточно просто. Пользуйтесь инструментами фильтрации, потому что VHR все выводит в табличном формате, в реальном времени. Это классно, но нужно уметь увидеть то, что вас интересует. Для этого используется фильтр, вот эта строчка. Это достаточно сложный, полезный инструмент. Можно делать сложные фильтры, здесь добавлять критерии. Опять-таки, отношу вас, кстати, к нашему блогу. У нас есть статья, посвященная непосредственно Варшарку и TCP-дампу. Блог с Adi.com. Я вам подскажу, как найти эту статью, как им пользоваться. Здесь есть вот поиск. Пожалуйста, вводите Варшарк. И вот она, 10 советов по использованию Варшарка. Пользуйтесь, короче говоря, это не самоцель на сегодня. Итак, значит, только что я пропинговала с маршрутизатора коммутатор. Должна была попасть эта информация ко мне на порт? В принципе, нет. Но она-таки попала. Дальше больше. Давайте пропингуем следующий коммутатор с IP-адресом 3. Пожалуйста, вот сразу я его уже вижу. Да, вот он, получатель. 3. Вот соответствующее SIMP-сообщение. Ну и в конце концов, давайте пропингуем компьютер соседний. Он тоже пингуется. И эти сообщения опять-таки попали ко мне в Варшарк. Как я узнала, что это сообщения именно те, которые я передавала с маршрутизатора? Итак, у маршрутизатора IP-арис 192.168.1.1. Это, собственно, IP-арис источника. Мы здесь это видим. И видим получателя. 1.2, 1.3 и 1.10. Все, все, как дети в школу. Мы можем более детально развернуть содержимое сообщений. Пожалуйста, почитать здесь, что это конкретно за сообщение. Я вижу, что это SIMP, я вижу, что это ECHO-реквест, да, и, соответственно, я вижу всю информацию вплоть до уровня доступа к сети с точки зрения TCP и IP, да, MAC-адресов. Все. Ну, собственно, вот такими несложными действиями я настроила, настроила очень полезный инструмент. Ваша задача не просто его настроить и увидеть, что он работает, а применить это в жизни. Да, например, вместо Варшарка использует соответствующее программное обеспечение IDS-системы. И она будет самостоятельно анализировать этот трафик, сравнивать с сигнатурами и выявлять, это атака или это нормальный трафик. И это вообще на самом деле здорово. Итак, коллеги, собственно, я подошла к завершению этой лабораторной работы, совершенно несложной, но очень полезной и интересной. И сразу скажу, что вот в такой базовой комплектации эта лабораторная работа присутствует в курсе CCNA. Берете, настраиваете и применяете в жизни. Ну и дальше больше, да, в рамках, в контексте IDS-IPS-системы, эта тема рассматривается в рамках курса CCNA Security. И, пожалуйста, подпишитесь на наш YouTube-канал. Обратите внимание, что я уже проводила мастер-класс по IPS-системам. Пожалуйста, применяйте это там, совместите это вместе, и у вас уже будет более целостная картина мира и того, как нужно внедрять безопасность. Airspan, тот вопрос, который возник сегодня. Классно, что вы, кстати, задаете наводящие вопросы, возможно, я бы об этом и забыла. Но вот Airspan, RemoteSpan тоже актуальная тема. Как мне передавать собранные данные куда-то в другой конец сети, где находится непосредственно коллектор. Это рассматривается в рамках курса CCNA. Ну что ж, в целом, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А что порекомендуете в качестве простой IDS-системы? Итак, в качестве простой, очень простой IDS-системы порекомендую Snort. Вот, почитайте, что это такое. В качестве непростой IDS-системы порекомендую CISCO. Еще более непростая система Farpar. Давайте дальше. У меня TCP-DAMP не видит мою сетевую карту, а в iShark все нормально. Не знаете, в чем причина? Может быть, административных прав... Ядро подгрузить. Значит, строгий начальник подсказывает, что нужно подгрузить ядро Линукса. Ядро модуль подгрузить. А, модуль подгрузить в ядро. Вы знаете, я не сильный линуксоид, но я поняла, о чем идет речь. Итак, посмотрите, для TCP-DAMP нужен соответствующий модуль, который будет делать захват трафика с интерфейса. И у нас есть соответствующая статья в блоге. Как она называется? Значит, смотрите, у нас есть вот такая статья TCP-DAMP. По варшаху я вам уже показала. Вот, TCP-DAMP в поиске наберите, и там есть подсказка. Вот, вот, вот. Как что поставить, да, погрузить и так далее. Итак, еще вопросы. Ну что ж, коллеги, подскажите мне, пожалуйста. Интересна ли, актуальна для вас эта тема? Ставьте плюсики, либо ставьте минусы, если она для вас была неинтересной. Да, обязательно. А, есть еще вопросы, давайте. Вопросы. Нет, вот этот самый снорт под линуксом. Да, то есть, есть разные решения. Есть, смотрите, что касается IDS API систем, то они вообще делятся на две категории. Хост-бейст и нетвок-бейст. Вот, вы, наверное, спрашиваете с точки зрения хост-бейст, то есть, на конечных устройствах, что я могу поставить. А, вот, в качестве вот такого коллектора. Да, сейчас у меня был Вайфшарк, хорошо бы было там IDS. Вот снорт. Пожалуйста, есть аналогичные решения под линуксом, там, FreeBSD. Вот. И вот, ну, снорт сетевой, как раз. Вот, но есть и те решения, которые заточены под конкретные операционные системы. Просто посмотрите. У меня линукс такой-то версии, да, или там, убунта. Что мне в качестве IDS системы или IPS здесь поставить? Ну, вот так. Ну, а у Cisco есть отдельные аппаратные решения, либо в рамках того же самого маршрутизатора. Обычного ISR. Итак, еще вопросы? А из-под Windows никак? Из-под Windows как? Снорт тоже под Windows. Значит, посмотрите, какие есть варианты для Windows. Пожалуйста, конечно, есть. Включая снорт. Вот я вам уже который раз подсказываю это ключевое слово. Давайте мы посмотрим, если у вас уж так. Вот так, да? Не, как-то неправильно написано. Так, давайте смотреть. Downloads. Binary. Офишал документейшн. Ну, и тут где-то выбираете. Вот, смотрите. Сьюзи, OpenBSD, Федора, Сентус. Эх, не вижу под Windows. Ну, и выбирайте здесь. Нам подсказывает, что есть под Windows. Единственное, что нужно поискать где. Итак, коллеги, есть ли еще вопросы? А в ПТ есть инструменты снифинга? Вот не знаю. Вы знаете, подвышал новый пакетрейсер. Я пока что не знаю его всех возможностей. Мы сейчас у нас как раз неделя повышения квалификации для инструкторов. И там есть раздел по пакетрейсеру. Я обязательно поучаствую и подскажу. Но сейчас не могу ответить. Раньше не было. Раньше не было. Если сейчас, не знаем. Вопросы? Вопросы, вопросы. Итак, коллеги, все. На этой прекрасной ноте у вас есть много направлений для дальнейшего изучения. Кстати, у меня тоже. Видите, вы мне задали кучу вопросов, на которые я приблизительно только могу дать вам ответы. Поэтому я вам направление дала, где смотреть, где искать. А вы уже более детально здесь смотрите и двигайтесь дальше. Так. Ну что ж. Собственно, моя общая рекомендация это учиться, развиваться и соединять отдельные компоненты вместе. Особенно, что касается вопросов безопасности. Помните, что это комплексное решение всегда. Не бывает какой-то одного универсального решения. Здесь нужно затрагивать и то, и другое, и пятое, и десятое. Ну и, собственно, много чего дается в рамках курса CCNA. В рамках курсов Академии ЦИСК вообще в целом. Напоминаю, что ближайший старт курсов, собственно, по основным направлениям CCNA, CCNA Security это 21 октября. И мы еще в процессе набора. Присоединяйтесь к этим группам. Буду рада вас видеть на занятии. Ну и с точки зрения сегодняшнего мастер-класса, пожалуйста, если вам понравилось это видео, но было для вас полезным и актуальным, пожалуйста, поставьте лайк. Я тогда буду понимать, сколько людей заинтересованы в том, что я делаю. Вот, и подписывайтесь на канал, собственно, вы тогда будете в первую очередь видеть уведомления о том, что стартуют наши мастер-классы. И задавайте в комментариях свои вопросы и пожелания. Ваши вопросы и пожелания дают нам пищу для нашего дальнейшего развития и проведения аналогичных мастер-классов. Ну что ж, я всех рада была видеть. Всех с праздником. Спасибо большое за участие, активную помощь и так далее. Всего вам хорошего. Желаю вам хорошего развития. И, собственно, буду рада вас видеть на аналогичных мероприятиях. Всем спасибо. Всем пока.